Всем привет друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про Tesla, которая неожиданно подняла цены в два раза на свою солнечную кровлю. Тем временем продажи автомобилей компании в Китае достигли рекордных показателей. Сами китайцы не отстают и представляют нашему вниманию электромобиль с запасом хода в 1000 километров. Словянцы доработают грузовой беспилотник для крупнейшей курьерской компании. Apple анонсировала дату своей презентации, а Samsung представит самый мощный Galaxy. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра, погнали! После нескольких лет вялого развития Solar Roof наконец начала завоевывать популярность. В конце 2020 года наметился резкий рост количества установленных на крыше солнечных панелей от Tesla. Во многом это произошло благодаря появлению третьей версии черепицы, что позволило заметно снизить стоимость установки и ускорить сам процесс. На фоне роста заказов компания неожиданно сменила курс. На прошлой неделе она уведомила заказчиков об удвоении цены. Резкий рост цен произошел одновременно с ростом доходов от солнечного бизнеса Tesla. В четвертом квартале 2020 года компания установила солнечные панели Solar Roof суммарной мощностью 86 мегаватт, что на 59% больше, чем за тот же период 2019 года. За весь 2020 год было установлено энергогенерирующие черепицы на 250 мегаватт, что на 18% больше, чем в 2019 году. Компания Илона Маска предлагает два вида солнечных товаров. Панели, которые устанавливаются на уже существующую крышу дома заказчика, и кровлю, которая ставится вместо старой черепицы. И теперь цены на солнечную кровлю начали существенно расти. Как рассказал один из клиентов Tesla, в феврале он подписал контракт на крышу стоимостью 35 тысяч вечно зеленых. Но в апреле ему пришло письмо с перерасчетом. По новому контракту он должен компании 75 тысяч, то есть на 114% больше. Многие, кто получил похожие уведомления, приняли решение аннулировать свой заказ и эмоционально рассказали об этом в соцсетях. Три года назад Tesla занималась противоположным. Снижала цены в попытке сдержать спад своего солнечного бизнеса. Появление третьей версии, черепицы позволило упростить конструкцию, ускорить и удешевить процесс установки, что привело к снижению расходов. Это дало возможность компании увеличить темпы выполнения заказов, о чем было доложено на последней встрече акционеров. Представители Tesla пока никак не прокомментировали ситуацию, что неудивительно, учитывая, что в стремлении к экономии компания упразднила дел по связям с общественностью в той части бизнеса, которая отвечает за развитие Solar Roof. Ассоциация пассажирского автотранспорта Китая подтвердила, что Tesla доставила в марте 10151 единицу Model Y. Это в два с лишним раза больше, чем в феврале. Вместе с Model 3 продажи компаний в марте только в КНР превысили 35 тысяч единиц или 1129 проданных машин в день. При удержании такого темпа производства и продаж только в Китае компания сможет продать до конца года не менее 300 тысяч машин. Судя по всему, автомобильный рынок КНР уже восстановился до уровня 2019 года. В начале месяца компания Илона Маска опубликовала отчет по первому кварталу прошлого года, который стал неожиданностью для многих. Несмотря на глобальный дефицит чипов, пожар на заводе в Калифорнии и задержки в производстве, компания Илона Маска превзошла ожидания отраслевых аналитиков и установила новый рекорд по поставкам. Тесла продала 184800 электромобилей за первые три месяца этого года. Тогда же компания отметила хорошую реакцию китайского рынка на Model Y и обновленные Model S и Model X. Компания начала выпуск Model Y на шанхайской фабрике всего пару месяцев назад. И рост производства этого электромобиля в КНР может иметь большое влияние на показатели компании. В январе 2021 года Тесла доставила всего 1600 моделей Model Y китайским покупателям, в феврале уже больше 4500, а в марте осчастливило больше 10 тысяч клиентов. При этом спада поставок Model 3 в китайском отделении компании также не произошло. Согласно данным Ассоциации пассажирского автотранспорта КНР, за март Тесла отгрузила свыше 25 тысяч электроседанов. То есть общий объем продаж Тесла в КНР в марте составил более 35 тысяч электромобилей. В Китае представлен электромобиль GD L7, да простят меня китайцы за неправильное произношение. Созданный одноименной компанией совместным предприятием Seik, Changjang Hitech и Alibaba Group. Разработчики утверждают, что L7 может разгоняться от 0 до 96 км в час за 3,9 секунды. Он предложит покупателям систему беспилотного вождения и эффективную беспроводную зарядку. Одним из ключевых моментов является то, что это будет первый автомобиль, в котором будет установлена система беспроводной зарядки мощностью 11 кВт, которая, как утверждается, имеет эффективность 91%. Одного часа зарядки будет хватать на 80 км. Запас хода версии с аккумуляторной батареей емкостью 93 кВт-часов составит 615 км. Также будет вариант с дальностью хода 1000 км, которая получит аккумулятор емкостью 118 кВт-часов. Автомобиль будет оснащен 12 камерами, 5 радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и лидером. Двигатель будет иметь мощность 540 лошадиных сил и развивать максимальный крутящий момент 700 ньютон-метров. В интерьере L7 сочетается классика и футуристичность. Электромобиль получит 39-дюймовый экран разрешением 4К по всей ширине приборной панели. В автомобиле будет установлена операционная система собственной разработки. Полноценная премьера L7 состоится в рамках шанхайского автосалона, а продажи стартуют в следующем году. Словенская компания Pipistrol по заказу крупнейшей китайской курьерской компании SF Express доработает свой грузовой электробеспилотник NUA. В результате доработки аппарат сможет выполнять стабильные полеты на высоте 6000 метров в самолетном режиме и 2500 метров в режимах вертикального взлета и посадки. Беспилотник получит 8 независимых электромоторов с воздушными винтами, каждый из которых будет питаться от собственной аккумуляторной батареи. Как ожидается, первый прототип аппарата совершит первый полет до конца 2021 года, а в 2022 он пройдет летные испытания в Китае. С 2023 года SF Express планирует начать коммерческие полеты NUA. Компания Apple 20 апреля в 20.00 по Москве проведет презентацию. В сообщении на сайте компании не указано, что именно будет представлено на мероприятии. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что во второй половине апреля Apple планирует показать новый iPad Pro. В частности, разработчики хотят представить интегрированную в iPad Pro технологию светодиодов Mini LED для подсветки экрана. Samsung выпустила видеоприглашение на события Galaxy Unpacked и его тизер. Презентация состоится 28 апреля. Официальное видеоприглашение дает много пространства для воображения, ведь интерпретировать кубик с одной подсвеченной гранью можно как угодно. Официальный трейлер уже наполнен большим количеством деталей. Главным героем видео стала картонная коробка с новым продуктом. Его доставляют со склада, что приводит к необычным явлениям в городе. Вывески начинают светиться, а электроприборы включатся сами по себе. В конце зрителя ждет слоган «Самый мощный Galaxy в пути», а приедет он, видимо, 28 апреля. Пока не совсем понятно, какое именно устройство ждет зрителей. Скорее всего, речь идет не о смартфонах, ведь линейку флагманских смартфонов Galaxy S21 представили феврале. И вряд ли южнокорейская компания выпустит ему конкурента так скоро. Остаются планшеты и ноутбуки. Согласно слухам, Samsung может выпустить ноутбук Galaxy Book Pro и два в одном Galaxy Book 360. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте ему поставить лайк, подписаться на канал, ударить в колокольчик и написать свой комментарий внизу под видео. Также подписывайтесь на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Ссылки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Благодарю вас за поддержку. Желаю вам отличного настроения, друзья. Жду вас в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!